Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаю тему расследования гибели Юрия Васильевича Шатунова. И опять-таки, видео, которое... Я не думала его делать, я не была даже в планах, но информация опережает, она выходит сама, она сама решает, что говорить, а что нет. Скажем так, я готовлю определенные видео по связи, по параллелям гибели Шатунова и Бехтерева, но мне выходит вперед другая информация, и ее надо сейчас сначала сказать, поскольку у нас явно проявляются и сатанинский, и масонский след, а это все одни структуры, это все одно глобальное, один глобальный захват мира, одна глобальная система античеловеческая, которая хочет сидеть во власти, которая хочет уничтожать все живое на земле, они это не скрывают, они это декларируют. И поскольку в гибели Шатуновы прослеживается четко масонский след, там и цифры, и коды, и их стиль, и как они это все подают, как они после смерти себя ведут, это все очень похожие одни и те же почерки на протяжении, скажем, двухсот лет, они ничего не меняют, они одни и те же, там один и тот же нечеловеческий разум этим всем управляет и, возможно, гипнотизирует людей, которые попадают в эти структуры, то есть с обычными простыми людьми, рожденными от простых папы с мамой, если они попадают в эту структуру, то с их сознанием, с их мозгом, с их душой что-то происходит. И если вдруг адепт, который попал к ним, получил от них что-то, как они считают, вдруг он пытается вырваться из этих лап, то вырваться оттуда невозможно. Вырваться только в один конец, причем очень изощренное. И вот поскольку я видела, что у Юрия вот именно так они с ним поступили, то есть это очень похоже на месть, то возникал вопрос, может быть, была какая-то инициация, может быть, его во что-то посвятили, потому что он единственный из русских людей в шоу-бизнесе, в российском постсоветском пространстве, потому что в Советском Союзе все нации, всех республик были представлены на телевидении, абсолютно всех, все национальности, все народности, было такое равноправие. Были и узбеки, и башкиры, и якуты, и русские, и украинцы, и белорусы, все грузины, армяне, все, абсолютно все, были представлены на советском телевидении, и все имели концерты, площадки, колесили по всему Советскому Союзу, вместе могли быть в одних агитбригадах, концертных бригадах. После развала Советского Союза, так называемого развала, вернее, военного переворота, захвата американцами, и вот этими сатанистами, сюда же хлынула у нас сионизм, он был запрещен в Советском Союзе, сионизм, сюда хлынули всякие секты, ортодоксальные, хасидские, и так далее, они вот напрямую в феврале, в начале февраля, они участвовали в сатанинских своих плясках на Красной площади, на ВДНХ проводили, вспоминайте мой фильм, когда они проводили сатанинский ритуал, «Кольца Сатурна», 31 января 2022 года, как раз каток, каток был сделан в виде ключа, и в самые рукоятки этого ключа, вокруг фонтана дружбы народов, а ствол ключа упирался в здание Украины, Украинское СССР, проводили ритуальные хороводы с какими-то палочками светящимися, туда пришло очень много молодежи, потому что это было бесплатно, они катались, и сейчас, возможно, кто-то из этих молодежи уже и не живет на этом свете, очень может быть, из-за того, что потом дальше стало происходить, и то, что сейчас происходит. Так, когда Юрий погиб, это, получается, в ночь с 22 на 23 июня, это, в принципе, сакральные числа, 22 июня, нападение Германии на СССР, Киев бомбили, нам объявили, что началась война, вот так пели. И вот каким-то непостижимым образом было ощущение, что это как-то связано с территорией Украины, но не было достаточно оснований для этого, ну, просто так, интуитивно. И вот буквально сегодня сложились некие пазлы, благодаря тоже подсказке подписчиков. Я вспомнила два фильма, которые разбирали в интернете блогеры. Это один ролик по поводу крещения Юры в Киеве в 90-х годах, и второй ролик, концерт в это же время в Киеве. То есть крещение в один день, 1 мая, а концерт был в Киеве 2 мая. Про этот концерт в свое время мне писали люди и говорили, что у Юры там очень странное лицо, как будто бы у него там глаз подбит. Есть такое ощущение, есть такой момент. Ну и по поводу крещения Юры выяснили опять-таки блогеры, дотошные, молодцы, о том, что не было никакого крещения, а была имитация. То есть типа снимали ролик. Получается, что Кудряшов не является никаким крестом Юры, и весь этот обряд, он был фиктивный. Это была постановка. В интернете есть разоблачение именно этих роликов и именно того, что крещение, это была постановка. Итак, была такая статья. Журналисты выяснили, кто на самом деле был крестным отцом Шатунова. Так что я ссылаюсь на статью. Директор и продюсер певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов стал для исполнителя и крестным отцом, выяснили журналисты. Вот, кстати, в таких опусах надо смотреть между строк. Крестный отец, он ведь и мафией тоже является, крестный отец. В фильме есть такой, крестный отец. Почему это муссируется? Крестный, крестный, стал крестным. Почему? Потому что они дают, передают сигналы. Ну, так мне кажется. Я вижу эти сигналы. Я вижу это как сигналы своим. То есть они вот так вот переговариваются на глазах у всех. Это должно быть именно на глазах. В этом и есть вся соль. Виртуозность. Вот какие они ловкие, что никто. Тупое баранье стадо, которое надо только встречать, оно вообще ничего не просекает. Глава мафии. Крестный отец. Официальный глава мафии. Он имеет решающее слово в выборе цели мафии и может убивать даже сам без участия мафиози. Стратегия «Крестный отец» мозговой центр мафии. Именно он принимает решение о том, какую стратегию следует вести в течение игры. Имея хорошего лидера, у мафии есть множество шансов на победу. Вот ни больше, ни меньше. Ладно. Шатунов работал с Кудряшовым с 1988 года. Продюсер и исполнитель создали не только прочный творческий тандем, но и стали друг для друга близкими людьми. Директор певца поделился воспоминаниями о его крещении. В 1990 году у нас были гастроли на Украине. Однажды я у Юры спросил, ты крещеный? Он ответил, не знаю, не помню. Мы дозвонились до Юриной тетки, чтобы уточнить, но и она ответила, не помню, чтобы его крестили. Тогда в центре Киева мы зашли во Владимирский кафедральный собор, подошли к батюшке, объяснили ситуацию. На 1 мая назначили крещение, рассказал Кудряшов в интервью с 7 дням. Ну, это крещение, так называемое крещение, было разоблачено, потому что сказали, вот и женщины с непокрытой головой стоят. То есть это все было разыграно, это был некий ритуал, ну, чисто символически. Вот, возможно, это был тоже некий ритуал, потому что у масонов на Украине там сильная ложа масонская, и есть у масонов ложа, так называемая церковь Креста. Поэтому много масонских знаков именно на храмах, так называемых христианских храмов, того самого Всевидящего Ока, той самой золотой дельты с треугольником и Всевидящим Оком, и много масонских символов именно на христианских храмах. Не во всех, но во многих, очень во многих. Объясните это, вот я раньше об этом спрашивала, людей верующих, они мне никак не могли объяснить людей, которые считают себя православными, ходят, соблюдают все ритуалы, поклоняются этому всему. Я этому не поклоняюсь, я советский человек, и для меня религия опиум для народа. Но я уважаю религиозные чувства других людей, безусловно. Но мне интересно знать, я должна все-таки понимать, что и почему, и зачем. И вот в этих, во всех религиях я никогда не понимала, и никто мне не мог ответить, вот зачем эти знаки, зачем эти знаки. Всевидящий Ока – это не русский знак однозначно, это знак закабаления, это знак мирового господства. Зачем он находится на территории Руси, в так называемых православных храмах, никто не мог сказать. Но речь не об этом. Вот типа Кудряшов, лицо у него, конечно, не славянское. Кому он принадлежит, я не знаю, кто он, но непростой дядечка, непростой, однозначно. Недаром он приставлен смотрящим к Юре. Везде он, везде он, и его слишком много. И сейчас его слишком много, и если он захватил Юрин канал, который монетизируется, и собирает с этого канала деньги, и если он действительно, и это именно он, а не какой-то однофамилец, зарегистрировал ИП по концертной деятельности, то, конечно, все это очень грустно. Понятно, что Юру убрали из жизни, завладевают его имуществом, но, в общем-то, у масонов это всегда так. Они убирают человека, как правило, это состоятельный человек, они обязательно завладевают его имуществом. Возможно, в последующих фильмах я расскажу вам некие примеры таких судеб. Причем это не только сейчас, это не только в советское время, это не только во времена Российской империи. В разные времена, как только появились масоны, вот это все происходит. То есть они дают человеку, некому избранному, он получается избранным, по каким-то критериям он избирается у них, они дают возможность ему зарабатывать, возможность становиться известным, возможность получать, может быть, власть, влиять на людей, но за это он должен платить чем-то. Возможно, они посчитали, что Юрий Шатунов именно прошел такую инициацию. Возможно, вот это так называемое крещение, они же нам все перевирают, все подлоги делают. Возможно, это тоже было какой-то такой инициацией, потому что на следующий день на концерте Юра действительно будто бы с подбитым глазом. Подбитый правый глаз, как правило, правый глаз у них, это как раз сигнал того, что человек прошел вот это, то самое посвящение. Масонское или сатанинское, я не знаю, там у них не разобрать, но они все равно все служат одному эгрегору. У них все равно у всех общие хозяева, вот это вот всевидящие ока, это лучезарная дельта, это треугольничек, и все остальные масонские символы. Они могут между собой ругаться, они могут между собой даже воевать, но они служат одному хозяину. И они не работают на людей, они не работают против людей, они хотят только власть. Поэтому, возможно, что они посчитали, ну, это я сейчас версию выдвигаю, они посчитали, что Юрий прошел эту инициацию и не имел права вставать на светлую сторону. Поскольку он заявил о своем выходе от них, вот они так посчитали, то, по всей видимости, он был ими приговорен. То есть у них так нельзя. Ты не можешь встать на светлую сторону, ты должен служить тьме, как служат ей, Вера и Правда, вся тусовка шоу-бизнеса. Сейчас это просто стало очевидно, это вскрылось. Наконец-то наступило такое время, когда это стало вскрываться просто одно за другим. Такие времена. Все тайное становится явным. Ну и как одно из доказательств того, что это была именно инициация посвящения Шатунова в нечто, хотя он и так уже был популярен, казалось бы, но все-таки они его обманным способом, может быть, шантажируя... Я не знаю, что там конкретно произошло, но то, что, по всей видимости, они его либо обманули, либо подлогом. Они посчитали, что он именно их и должен работать на них. Сейчас будет еще одно доказательство, на которое мне указала именно одна подписчица, вынимательная огромная ей благодарность, потому что пазлы в этом смысле сошлись. Потому что вот он, этот подбитый глаз, он плачет, он не согласен, это явно шок какой-то для него, там что-то происходит. И многие обратили внимание именно на это видео. Но что еще здесь оказалось? То, что подтверждает, что это все не просто так было, поскольку это авторское право, поэтому я не могу включать здесь видео, но я постараюсь найти сейчас кое-что, как мне показала подписчица Ольга. Здесь тоже прослеживается что-то с этим глазом. Ну, замаскировано, что-то там есть. А здесь прям слезы катятся у него. Что там они с ним делали, я не знаю. Что-то делали. Вот в это время. То есть получается, что накануне 1 мая якобы крещение, а на второй день вот такое лицо. Где тут радость-то? Так, вот так я не увижу. Вот видите, так этого не видно. Вот смотрите, что появляется на пятой минуте 21 секунде. Появляется вот такое лицо с конкретной символикой. Опа-на. Так, кто это у нас? Это спонсор нашей программы. Киевский областной молодежный центр. Ну, вот, собственно говоря, вот он и есть, тот самый знак, что это и есть посвящение. Посмотрите на вот это удовольствие. Вот вам и масончики. Молодежный центр. Вот они уже тогда занимались вовсю. Вот Советский Союз еще не распался. Это еще 1990 год. Он еще вовсю есть, Советский Союз. А там уже на Украине сидят вот такие клопики. Так что считаю, что эта версия тоже нашла свое подтверждение. Что вы думаете, пишите в комментариях. Благодарю за внимание. Благодарю за ваши комментарии. Очень интересные. За ваши подсказки. Очень радует то, что все наконец-то стали просыпаться и быть внимательными. И не слушать, не идти на поводу у СМИ, а стали проявлять свое критическое мышление. Это очень радует. Это просто замечательно. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. До свидания. Впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok